До J-10 в Китае использовали либо советские самолеты, либо их лицензионные копии. В конце концов, новый самолет изменил направление развития китайской авиастроительной школы. Китайский многоцелевой истребитель J-10 был разработан компанией Chengdu Aircraft Industry Group в конце 1990-х годов. В начале 90-х костяком ВВС Китая были истребители первого и второго поколений. Несмотря на их многочисленное присутствие на вооружении, они уже не соответствовали современным требованиям, что побудило развернуть работы по созданию нового поколения истребителей, более современных и эффективным. В то время китайское авиастроение еще не обладало достаточными компетенциями для создания конкурентов таким машинам, как российский МиГ-29 или американский F-16. Собственные разработки J-8, J-12 и J-9 либо заканчивались, либо признавались бесперспективными. На помощь пришли иностранные специалисты. История J-10 началась, как ни странно, не в Китае, а в Израиле, где в конце 1980-х годов был разработан истребитель Лейви для собственных ВВС. Программа оказалась слишком дорогой, а также возросло давление со стороны США, которым не был нужен конкурент истребителю F-16. Проект Лейви был закрыт, но для компенсации потерь, израильская компания, создавшая самолет, продала документацию Китаю, активно работавшему над собственными разработками. Однако нельзя утверждать, что J-10 является клоном Лейви. В них разные формы крыльев, J-10 больше по размерам, а также имеет двухмерный воздухозаборник. Также Китай столкнулся с проблемой двигателей, американские поставки были невозможны, а собственные разработки с нужными характеристиками создать было сложно. В итоге на J-10 установили российский двигатель AL-31F, тот же самый, который использовался на Су-27 и активно поставлялся в Китай в те годы. Первая информация о J-10 появилась в 1994 году, когда американские спутники засекли на аэродроме в Чинду контуры, схожие с истребителями четвертого поколения. Для эльтных испытаний было создано четыре прототипа, а первые полеты состоялись в 1998 году. Самолет выполнен по аэродинамической схеме «Утка» с треугольным среднерасположенным крылом, стреловидным передним горизонтальным оперением и одним вертикальным стабилизатором. Конструкция планера состоит преимущественно из алюминиевых сплавов с частичным использованием углепластика. J-10 имеет дальность полта около двух тысяч километров, максимальную скорость в два маха и может нести до 7200 килограмм вооружения. В начале большинство ранних версий самолета J-10A имели на вооружении китайские ракеты класса воздух-воздух малой дальности PL-8 с инфракрасным наведением, а также полуактивную управляемую ракету средней дальности PL-11. Сейчас их вооружили ракетами PL-10, получившими новую головку самонаведения и ракеты PL-15 с активной радиолокационной головкой наведения. Также на самолет устанавливается управляемое оружие класса воздух-земля, бомбы LS-500J или более новые GB-1 TG-500. Серийное производство J-10 началось в 2002 году и к 2016 году было выпущено более 400 самолетов различных модификаций для ВВС Китая, а также на экспорт под названием F-10. Будучи самым молодым истребителем четвертого поколения, J-10 продолжает производиться и модернизироваться. Благодаря стоимости в 30 миллионов долларов за единицу, он является привлекательным для развивающихся стран. Несмотря на то, что J-10 уступает лучшим истребителям четвертого поколения западного производства, этот самолет стал важным шагом вперед для китайских авиаконструкторов. В начале 21 века Китай начал разрабатывать полноценные истребители пятого поколения, такие как J-20 и J-31, демонстрируя значительный прогресс в авиастроении.